Всем привет. Итак, в этом ролике мы глубже исследуем профессию геймдизайнера. Кто он такой, чем занимается и как связан с командой разработки. Мне нравится сравнивать геймдизайнера с архитектором, ведь именно геймдиз определяет, что, зачем и как будет работать. Техническая архитектура игры уже остается за программистом, и хороший программист будет думать вместе с геймдизайнером, как спроектировать определенный механизм или действие. Но до этого этапа реализации геймдизайнер должен спроектировать идею для подачи ее игроку, задать себе максимально возможное количество вопросов и постараться на эти вопросы ответить. Для поиска вопросов очень полезно обсуждать идею не только с другими геймдизайнерами, но и с тестировщиками и программистами, потому как эти ребята со своей позиции могут задать вопросы, которые геймдизайнер может не нащупать. На этапе прототипирования идеи геймдизайнеру предстоит плотное взаимодействие с программистами. Эти ребята очень ценят четкие и обдуманные ответы на их вопросы со стороны геймдизайнера. А если геймдиз предлагает какие-то способы реализации или конкретные решения, то с таким геймдизом будет очень приятно работать. Почти все игры так или иначе визуализированы, и игрок взаимодействует с игрой через ее визуал. Поэтому на этапе реализации идеи каждому геймдизайнеру непременно приходится взаимодействовать с 2D и 3D художниками. Каждому из них геймдиз ставит задачу на конкретный объект иконка, иллюстрация, здание, город, персонаж, интерфейс, механики. Описывает особенности, подбирает референсы. В общем, максимально подробно описывает задачу, чтобы результат получился лучшего качества и максимально близким к задумке. Для работы с 2D художниками полезно знать принципы построения композиции, как они работают с освещением, перспективой. Для работы с 3D художниками полезно самому разбираться в процессе создания 3D модели с настройкой освещения, с работой текстур. Для работы с дизайнерами интерфейсов полезно понимать принципы UX-проектирования для различных платформ в зависимости от типа вашей игры. Тут нужно обладать необъятной насмотренностью на тысячи различных меню, экранов и интерфейсов. Но ничего из вышеперечисленного не является обязательным. Просто помните, что хороший геймдиз знает обо всем понемногу и может грамотно, просто и понятно для остальных объяснить суть каждой своей идеи, а при необходимости аргументировать. А если геймдиз сам что-то может сделать на базовом уровне для прототипа или референса, то это весомый плюс. В нашей команде геймдизайнер — человек-оркестр, но в больших командах геймдизайн обычно делится на более узкие направления. Технический геймдизайнер. Он больше других общается с программистами, прототипирует механики, решает технические проблемы. Обычно он отвечает за введение новых сущностей в игру, а также настройку их поведения и взаимодействия. Будет полезно иметь в арсенале базовые знания программирования и опыт работы с одним из игровых движков — Unreal Engine или Unity. Именно он настраивает все числа, которые можно увидеть в играх. Заработанные очки, уровень персонажа, вероятность критического урона и так далее. Левел-дизайнер. Он создает окружение игрового мира и структуру игрового уровня, чтобы с ним было интересно взаимодействовать. Сюда входит и геймплей, и освещение, и архитектура, и спецэффекты. Дизайнер уровня выполняет роль центра, который объединяет результаты труда всех разработчиков и склеивает их общую картину. Этот вид геймдизов обычно шарит в композиции, теории цвета и света, психологии восприятия и имеет хорошую игровую фантазию. Наративный дизайнер. Отвечает за повествование в игре. Его оружие, текст, визуальные элементы и геймплей. Может плотно работать с левел-дизайнерами и саунд-дизайнером. Наративщик создает убедительные элементы повествования и разрабатывает системы, доносящие эти элементы до игрока. Баланс дизайнер. Он считает и корректирует показатели всех игровых сущностей, чтобы играть было не слишком скучно и не слишком тяжело. Балансом занимаются, когда в игре уже готовы все основные механики. Чтобы понять, насколько сложна и интересна игра, привлекаются тестеры или фокус-группы с различным уровнем опыта. Собираются их отзывы и подкручивается баланс таким образом, чтобы большему количеству игроков было комфортно. Дизайнер балансирует между собой все предметы из игры, обладающие разными характеристиками. Способностями, скоростью, стоимостью. Речь о юнитах, оружии, картах, магических заклинаниях и так далее. На практике во многих компаниях геймдизайнеры могут выполнять функции и нарративного ГД, и технического, и по балансу. Это зависит от масштабов проекта. Итак, ты получил вводную информацию о том, что такое геймдизайн. А дальше все зависит только от тебя. Если ты готов приступить к следующему уровню этой игры, то время действовать. Пока!